В данную программу мы заносим определенный логотип, который нужно, соответственно, разместить на том или ином изделии. И у нас есть определенное уже оцифрованное лекало, на котором мы, соответственно, и создаем необходимый макет. Театр начинается с вешалки, а создание любого текстильного изделия с компьютерной программы. Чтобы на выходе получить рюкзак или панаму, дизайнеры создают лекало, печатают принт на ткани, а уже после материалы попадают в руки швеи. На создание одной вещи уходит около часа. Так на небольшом саратовском производстве делают дизайнерские изделия. После всех этапов мы получаем вот такие изделия. У нее в подчинении около двух десятков человек. Ирина Баскова руководит собственным брендом. Создают галантерею, одежду, головные уборы. Начали производить и маски. Работают на всю страну. Сейчас Ирина трудится над созданием детской одежды. Но пандемия ударила по бюджету, говорит предприниматель. Пришлось обратиться за помощью к государству. В этом году у нас стал вопрос о том, что необходимо оформлять сертификат на одежду. Я по волшебному случаю узнала как раз про проект «Мой бизнес». И благодаря им мы можем сэкономить и сделать сертификат на детскую продукцию. Выгода то, что мы как минимум не платим 100%, большую часть оплачивает государство. Ирине нужно будет оплатить лишь 15% стоимости всех услуг по получению сертификата. Остальное на себя берет государство. Так поддерживают бизнесменов по всей стране. Возможно, это стало благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Бесплатно бизнесмены могут получить и другие услуги. Разработка бизнес-планов для того, чтобы получить деньги в различных фондах, либо в банке. Финансовый аудит, управленческий аудит, чтобы проверить работоспособность предприятия. По сути дела, да, это те услуги, которые позволяют производству работать, нормально функционировать и развиваться. Получить помощь от государства может любой саратовский предприниматель. Для этого достаточно подать заявку в бизнес-центр. Такая система поддержки работает уже несколько лет. Только за прошлый год около 300 предприятий смогли получить государственную помощь.